МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маска, я вас знаю. Вера Кузьмина стала лауреатом престижной театральной премии. Вслед за переговорами на высшем уровне и за два месяца до старта перекрестного года Япония налаживает связи с регионами России. Чувашия в числе приоритетных партнеров. Сегодня в республику прибыла представительная делегация из страны восходящего солнца. Ее возглавляет чрезвычайный и полномочный посол Таяхиса Кадзуки. Программа официального визита рассчитана на два дня. Перспективы сотрудничества стороны обсудили в Доме правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. Объективную оценку инвестиционному климату в республике могут дать бизнесмены, которые здесь работают не первый год. И уж тем более говорят с гостями на одном языке. Завод Фуджикура стал примером эффективного взаимодействия партнеров. Благодаря поддержке правительства производственная площадка была возведена в сжатые сроки. Сейчас на предприятии продолжают наращивать мощности. Наш завод выпускает жгуты проводов для немецких автомобилей. Преодолевать возникающие на пути барьеры нам помогал лично глава региона Михаил Игнатьев. И сейчас в условиях оздоровления российской экономики наша компания намерена освоить новые рынки. Это тот самый случай, когда для Японо-российского диалога не требуется переводчик. Чрезвычайный и полномочный посол идеально владеет русским языком. Тойхиса Кадзуки отмечает, что рабочий визит в республику должен помочь наладить взаимовыгодные контакты. В составе делегации страны восходящего солнца приехали представители крупных компаний. Это авторитетная компания, ведущая свою деятельность в России. В дальнейшем нам хотелось бы подумать и нам тем, какое сотрудничество с Японией можно будет наладить. Кроме того, я с большим терпением ожидаю посещение детского технопарка, которым гордится Чувашия и где непосредственно происходит подготовка кадров. Думаю, что можно ожидать сотрудничества в этой области, которая основывается на совместной мудрости Японии и Чувашии. За кооперацию предпринимателей двух стран отвечает японский бизнес-клуб. Его члены в республику приезжали и раньше. В этот раз для гостей подготовили плотную рабочую программу. За два дня они посетят крупнейшие заводы и презентуют инвестиционные проекты. У Чувашии хорошая репутация. Я уверен, что в перспективе нам удастся реализовать проекты, которые пойдут на пользу двух стран. Хочу отметить, что жители республики похожи на японцев своим трудолюбием. Япония и Чувашия – давние партнеры. Только по итогам прошлого года торговый оборот достиг отметки 10 миллионов долларов. Гости признаются, что приехали в республику перенимать опыт. Мы знаем, что в вашем республике занимает второе место по рейтингу бизнес-климата. Это очень большое достижение. Я уверен, что это благодаря инициативе и деятельности главной республики господина Николаевича. Но в чем закрыть этот секрет? Это мы хотим посмотреть своим грозами. Деловой визит японцев должен быть полезен и республике. Партнеры проявляют интерес к высоким технологиям. Для прорывных проектов нужны предприниматели, нужны умы, нужны современные производства. В Японии практически в мире это отличается высокой производительностью труда, высоким технологичным производством и практически они являются долгожителями. Для инвесторов, отметил Михаил Игнатьев, в республике предусмотрены готовые площадки и налоговые льготы. Чувашские предприниматели рассчитывают нарастить поставки на японские рынки. И это одна из тем двухсторонних переговоров. Есть предприятия, предприниматели, которые производят товары электротехнической промышленности, сегодня уже на взаимовыгодной основе сотрудничея. И рассчитываю на то, что у нас все получится. Тенденция складывается такая положительная сторона. Толчок двухсторонним отношениям стран должен дать и перекрестный год. Его старт намечен на конец мая. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Сегодня же члены японской делегации побывали на некоторых предприятиях Чувашии. В числе первых предприятия электротехнического кластера. Наши разработки в области релейной защиты и автоматики известны далеко за пределами республики и страны. К примеру, среди партнеров электроаппаратного завода и компании Тошуба. Японских гостей заинтересовали и технологические процессы, применяемые на предприятии Сеспиль. Надо отметить, что чрезвычайный и полномочный посол Японии в России прибыл в Чувашию в знаменательный день. Именно 29 марта, только 44 года назад, в нашу республику приехал и знаменитый японский режиссер Акиро Курасава. В Ядринском районе он снимал эпизод культового фильма «Дирсу Узала». Фильм «Дирсу Узала», вошедший в сокровищницу мирового кинематографа, посвящен русскому путешественнику, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Его сыграл Юрий Соломин. А жителям персерландского сельского поселения Ядринского района довелось изображать казаков из его экспедиции. Эти кадры реки Унгуре на самом деле были сняты на нашей суре, в момент ледохода. Премьера фильма «Дирсу Узала» состоялась в Токио в августе 1975 года. Картина получила «Оскар» и множество других премий-наград. Сам Жакиро Курасава – один из самых авторитетных режиссеров в мире. Его фильмы считаются киноклассикой. В Чувашии начали готовиться к пассивной. Площадь под урожай в этом году увеличится и составит 560 тысяч гектаров. Половину пассивных площадей займут зерновые и зернобобовые. 38% – кормовые культуры. Остальное – картофель, технические культуры и овощи. Неблагоприятные погодные условия прошлого года отразились на качестве зерна и пшеницы. Зерно третьего и четвертого класса занимает порядка 30% от общего объема. Исправлять ситуацию планируется повышением плодородия почвы. А зимы под урожай 2018 года посеяны на 80,5 тысяч гектаров. Их состояние опасений не вызывает, отметил министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. Трагедия в торгово-развлекательном центре в Кемерово потрясла всю страну. И необходимо сделать все, чтобы не допустить ее повторения. В детских садах Чебоксар идут массовые внеплановые тренировки по эвакуации. В первую очередь обращают внимание на пожарную сигнализацию и эвакуацию детей из помещений. На одном из учений побывала наша съемочная группа. За окном тишина и спокойствие, светит солнце. В живом уголке детского сада девчонкам и мальчишкам читают книжку. И вдруг... По версии специалистов, очаг возгорания – спальная комната. Через несколько минут здесь уже будут настоящие подразделения борцов с огнем. Ну а самим обитателям детсада приходится срочно бросать все свои дела. Надо быстро одеться, построиться и организованно выйти на улицу. Детсадовцы знают, как действовать в чрезвычайной ситуации. Взрослые научили. Это и беседы с детьми, это выходы в пожарную часть на экскурсии, это игры, игры настольные, где действительно дети обыгрывают ситуацию. Сюжетно-ролевые игры. Жизнь каждого ребенка в наших руках, нам доверяют ее родители. И наша первая обязанность – спасти каждого ребенка в случае пожара или какого-то чрезвычайной какой-то ситуации. И поэтому каждый ребенок, несмотря на то, что у них все-таки психологически тоже какой-то срыв происходит, как вы заметили, что были и слезы, и у кого-то вот прям как, скажем, истерика какая-то начиналась, паника у детей, то есть чтобы дети могли быть готовы к любому моменту. Действия персонала четко скоординированы. Главная роль отводится воспитателям. Они не должны допустить паники. Учебная тренировка максимально приближена к реальной. Когда все дети оказываются на улице, на место условного ЧП прибывают пожарные расчеты. Детей спасли примерно за 7 минут. Специалисты оценили подготовленность детского сада на хорошо. Пути эвакуации, средства пожаротушения и системы оповещения полностью готовы к экстренным ситуациям. По времени, ну, понятно, что сейчас зимний период и детей, ну, как бы рекомендовали одевать. В случае реального пожара, конечно же, вещи будут браться каждым ребенком и уже на улице одеваться. Поэтому время немножко здесь увеличено было. Эвакуация детей. Это необходимо для того, чтобы каждый ребенок, каждый руководитель, каждый воспитатель и учитель умели действовать в случае нестажной ситуации. То есть до автоматизма должно быть все отработано. Детский сад «Теремок» посещают более 200 детей. Раз в три месяца здесь проводят тренировки по эвакуации. А для сотрудников устраивают инструктаж. Рифат Фаткулин, Борис Андреев, Республика. Полмесяца, чтобы собрать и подать документы для записи в детские сады. В Чебоксарах начинается подготовка к комплектованию дошкольных учреждений. До 15 апреля родителям необходимо предоставить в отдел учета детей и администрации города документы, в том числе свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания, льготные документы, информацию о ребенке и указать приоритетный детский сад. 1 июня уже начнется прием детей, которые впервые поступают в дошкольные образовательные учреждения. Подготовить малышей стоит и психологически. Специалисты советуют приблизить режим ребенка к установленному порядку дня в детсходу. Мечты должны исполняться, особенно у детей, которые вынуждены бороться с тяжелым недугом. Помочь Ксюше Бобровой взялись сотрудники благотворительного фонда. Ксюша Боброва всегда хотела иметь дома пони. Как-то увидев его по телевизору, поняла, вот она ее мечта. Но подарить ей лошадку родители не в состоянии. У Ксюши тяжелый диагноз. Она находится под наблюдением палеотивного отделения. И вот благотворительный фонд имени Ани Чижовой решил исполнить ее мечту – свозить в гости к лошадкам. Девочка великолепная. Мечтала покататься на пони, на лошадях, узнать о лошадях. И вот сегодня исполняем ее мечту у нас в фонде. Если ребенок чего-то хочет, то мы обязательно это исполняем. Ксюша и ее семья познакомились со всеми обитателями конюшни. А это 12 лошадей, пони и ослик. Они кормили их морковкой, гладили, а конь по имени Викинг даже покатал гостей. Вот ощути это чувство такое плавное. Вместе с лошадкой, да? Как будто ты сливаешься с ней вместе. Моя мечта сбылась. Я по телевизору видела. И мне так захотелось. И вот теперь я покаталась. Сегодня первый раз каталась, она держится. Хорошо, я думала не выдержать там сидеть-то. Молодчина, держалась она. Иногда даже удивительно, насколько это просто – помогать другим. Порой то, что для одного человека не составляет труда, для другого может быть недоступно. На этот раз осуществилась мечта Ксюши. Хочется верить, что положительные эмоции дадут ей дополнительные силы для борьбы с болезнью. Кстати, она и сама хочет помогать другим людям, стать врачом. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Вера Кузьмина, обладательница премии «Золотая маска». В Международный день театра в Москве вручили награды самой почетной номинации за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Сегодня актрису встретили на Чувашской земле цветами и телекамерами. Она оказалась среди 12 лауреатов специальной премии за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Награду в самой почетной номинации получают только те, кто всю жизнь отдал театру. Вера Кузьминична выходит на сцену более 70 лет. Очень хорошо встретили в Москве. Очень мне было радостно, приятно, удивительно. Хор поет в честь награжденных. Потом Евгений Леонов поздравлял. Потом Калягин там рядом сидел, поздравлял. Покловская подошла, но было очень приятно, очень радостно. Стоит отметить, что только три уроженца Чувашии удостаивались этой престижной театральной премии всероссийского уровня. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин